Здарова! У меня новая обстановочка, и это, как всегда, ежедневный видос. Народ, я отобрал самые грубые ошибки начинающих музыкантов, исправив которые вы тут же заметите результат, и ваши треки станут значительно круче. Знаете, почему у вас никогда не получается сделать такой же качественный и гармоничный трек, как у ваших кумиров? Особенно, если вы новичок. Почти 50% успеха зависит от использования референсов, и здесь всё тоже не совсем очевидно. С одной стороны, это, как я уже сказал, игнорировать референсы и верить в свой творческий позыв. С другой стороны, вот сейчас внимательно, неправильно использование референсов. Вы, как начинающий музыкант, да и не только, просто обязаны работать с референсами. Сравнивая свой трек с референсами, вы сможете сравнить и услышать нюансы, которые вы упустили. Много ли вы срезали частот, или наоборот не дожали, громкий ваш трек, или наоборот тихий. И, как я уже говорил, главное использовать референс правильно. У вас должны быть свои аккорды, своя мелодия, своя структура, своя дрампартия. Но, в сравнении, ваш трек может звучать сильно примитивнее на фоне рефа. Например, ударка состоит из двух инструментов, либо развитие, динамика, мелодия может звучать чуть хуже. Так вот, не бойтесь сравнивать свой ш... С популярными треками. Но тут вы можете сказать, что условного Кашмира, Хардвелла, многомиллиардная студия, куча профессионалов. Но это вас не оправдывает. Короче, референсы созданы не для того, чтобы их слизывать, а чтобы опираться и сравнивать свой трек с уже успешным треком. Существует миф о том, что писать музыку в наушниках строго запрещено. Хотя, ладно, писать музыку можно, и мы все это прекрасно понимаем. Но вот сводить в наушниках... Я же лично считаю, что треки можно сводить хоть на динамиках вашего ноутбука. Да что уж там, почти все мои треки, которые попадали в чарты и даже на радио, сведены вот в этих ушах. Уши это полноценный орган, который может уставать, и когда я долгое время сижу за треком, без перерывов, трек может скатиться в какую-то кашу, да что уж ходить вокруг да около. Наверняка после написания очередной демки, либо треком ночью, вы слушали его на утро. Ну и как вам? Сразу удалили или пытались править? По секрету напишите в комментариях. И больше скажу, сводить наушниках нельзя, на мой взгляд, в процессе пространственной обработки. Ибо все-таки мониторы как раз предполагают ощущение этого самого пространства. И если суммировать, то вот мой вердикт. Сводить и писать музыку в наушниках можно, но до того момента, пока вы не столкнулись с пространственной обработкой. Надеюсь, этот миф я развел. И перед самым важным пунктом видео ответьте вот на какой вопрос. Вы доверяете своим друзьям? Да понятное дело нет. Не, ну ладно, доверяйте. Но как часто вы скидываете свои треки оценить своему товарищу? Корешу, который всегда вас поддерживал, который пушил все ваши начинания. И само собой никогда не бросал в беде. Понимаете, к чему я клоню? Многие новички заблуждаются в своем векторе развития и написания музыки банально потому, что дают оценить свой трек близким друзьям. В этом нет ничего плохого, само собой. Но не знаю как вам, но мне бы было неловко говорить своему товарищу, что он в очередной раз написал какое-то дерьмище. И понятное дело, что как и везде, в данном пункте не без исключений. Однако, если вы еще молод и горяч, только познаете азы написания музыки, не ждите правды в словах друзей. Только если вы со своим другом не плывете в одной лодке, так сказать. Лучше скинуть демку какому-то рандомному челу из интернета. И вот как раз он скажет правду. Если вы пишете, к примеру, электронную музыку, то я могу вам подсказать, как бы я реализовал тот или иной проект. Можете оформить базовую подписку на Boosty и написать мне в личку. А я же в свою очередь дам вам развернутый комментарий по поводу вашей демки или полной композиции. Ссылочку на Boosty найдете в описании. А мы идем к самому главному совету или лайфхаку. Называйте как хотите. Так как это видео в основном для новичков, я бы посоветовал вам не забивать проект многомиллиардными дорожками. Как это делают сейчас профессионалы. Вы спросите, почему? Ведь больше дорожек, больше разнообразия. Сможете ли вы слейрить два пэда, три лида, шесть басов, бэки и все это с вокалом. И чтобы каждый инструмент занимал свое место в миксе. И каждый инструмент звучал отчетливо на протяжении всего вашего трека. Вряд ли новичок справится с такой задачей. Я вам открою секрет. Трек действительно может получиться топовым и занять свои места в плейлистах крупных стриминг платформ. А все потому, что слушатель понятия не имеет, какое количество дорожек вы использовали в треке. Да ему на самом деле это не важно. Если трек звучит хорошо, он звучит хорошо и точка. Попробуйте сделать полноценный трек, используя в котором всего лишь несколько инструментов, несложных. Вам будет проще его свести, потому что не будет мусора у вас. Я уверен, у вас выйдет потрясающе. Но занимаясь музыкой, вы само собой приобретаете опыт. И в этом случае разнообразие и вменяемое количество дорожек в вашем треке будет делать его более конкурентоспособным. В мире есть два типа людей. Есть два типа людей. Одни готовы рвать все магазины, скупая дорогую технику. Так как им кажется, что стать музыкальным продюсером можно только прошляпить целое состояние. А другие, не имея профессиональную технику, думают, что можно купить меди-клавиатуру, мониторы по 1000 баксов. И они сразу же начнут писать четкий музон. Особенно так думают те, у кого до этого не получалось что-то делать. И они начинают думать, что купя... Купя... И они начинают думать, что купив такую технику, они станут не ебаться какими профессионалами. А теперь вернемся к нищете. Привет, как вы там? Все плохо? Нет денег на меди-клавиатуру? Ищите что продать, чтобы купить второй монитор? Пацаны, не надо оно вам! Бросьте! Количество оборудования не влияет на ваш талант никаким, сука, образом. Знаете, для чего покупают такое оборудование, как меди-клавиатура или второй монитор? Я имею в виду монитор, в который смотрят. Да за тем, что когда вы уже умеете писать музыку, делать ее качественно, вы не хотите отвлекаться от творческого процесса. Все это оборудование покупается лишь с одной целью, чтобы полностью уделить свое время творчеству, процессу. Так что... Так что подумайте об этом. Вдохновившись написанием музыки, зачастую новички стараются работать как можно больше и упорнее, не жалея ни себя, ни соседей. Ты себе знаю. Я могу сказать только одно, что, ну, конечно же, это правильно, но не в случае с творчеством. Работать много, упорно, не жалея ни себя, ни соседей, только во вред. Надо не только сидеть в наушниках и писать бесконечное количество треков, одинаковых. Нужно же чем-то вдохновляться, смотреть обучающие видео, например, мои, учить нотную грамоту, да даже гулять, в конце концов. Музыка — это жизнь. Это не работа, и все это прекрасно понимают. Представьте, что вас заставляют писать музыку 24 на 7. Да вас бы стошнило бы уже на третьи сутки. Тут же вы занимаетесь саморазвитием, и, скорее всего, у вас не получается писать хорошую разнообразную музыку, только потому, что вы сидите на диване, и, возможно, у вас нет настроения. А вы корите себя за то, что вам надо писать новый трек, чтобы про вас не забывали. Короче, расслабьтесь, съездите гвабули в деревню, подрать. Ответьте мне на один вопрос. Сколько треков вы написали за последнюю неделю? Окей, за последний год. А сколько из них было выпущено на цифровые площадки? Ага, вот то-то же. Мой вам совет — удаляйте старые демки. Недоделанные проекты, всякий мусор, что будет создавать иллюзию проделанной работы. Вы можете каждый день писать по хиту, либо раз в месяц выдавать отличный материал. Но в чем смысл, если вы его не выпускаете? И ладно стриминг-платформы, в этом нет смысла, если вы не публикуете материал вообще нигде. Огромная свалка проектов с названием типа «Жопа, ежа, хуй, 1, 2, 3, 4, 5, я дерьмо». Эта свалка ни к чему хорошему не приведет. И удалять все демки тоже совершенно не нужно. Идея заключается в том, чтобы раз в месяц или раз в полгода проводить ревизию ваших наработок. Вы слушаете, что написали месяц назад, понимаете, что мнение не изменилось. Трек как был говном, так и остался. Удаляйте его нахуй. Кто знает, вдруг вы захотите сделать ремикс? Или ремикс на ремикс своего ремикса? Порой иногда нужно вернуться к успешным проектам, чтобы вспомнить, как вы крутили автоматизацию, как вы обработали тот или иной звук. Напомнить себе, чтобы запоминать только хорошее в своих демках и использовать уже в следующих своих треках. Ну а теперь посмотрите видео о том, как лейрить бас. Данный ролик выходил на канале. А также видео о том, как я подписал свой трек на лейбл в 2022 году. Видосы получились очень интересными. Советую посмотреть, особенно новичкам. А пока Ян Андреевич с вами не прощается. Ждите новый ролик. Завтра.